Шамов Дмитрий 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 У вас рис, японский рис, он такой густой достаточно, и берется комками, поэтому его легко брать вот таким образом, как лопаточкой. Но все равно, посмотрите, у вас должна двигаться только верхняя палочка. Нижнюю палочку вы не двигаете. На манер ручки. Если вы уберете нижнюю палочку, у вас получится, словно вы пишете кистью, либо ручкой. Еще раз повторю главные моменты. Вы можете зажимать нижнюю палочку большим пальцем вверху, прижимать ее к среднему пальцу и ладони. Также большим пальцем и указательным пальцем вы держите верхнюю палочку и двигаете. Надеюсь, это понятно. Теперь я расскажу вам правила этикета. Во-первых, если у вас есть одноразовые палочки, по-японски называются варибащи, то вы их разъединяете именно руками. Нельзя это делать ртом, зажимая одну из половинок, ртом и растягивая. Только руками. Вот таким образом. Предположим, вы уже поели или решили немного передохнуть, чтобы приступить к следующей уже пище. И у вас есть палочки, вам надо куда-то их деть. Никогда не втыкать их в пиалу. Вот таким вот образом, потому что так подают только мертвым людям. Умершим. Поэтому так делать нельзя. Есть в японских домах специальные такие уголки, предназначенные для мертвых, где есть фотография, там специальные молебени и так далее. И вот там вот накладывают рис, втыкают палочки и оставляют. Это еда для умерших, поэтому так никогда не делайте. Если же вам необходимо положить палочки, но вы еще не закончили еду, то есть специальная вот такая вот штучка, называется ха-ши-оки. Палочки надо класть именно на нее. Вот таким вот образом. Чтобы потом можно было опять приступить к еде. Если же вы уже закончили еду и все, больше не собираетесь есть, то берете палочки и кладете на пиалу вот таким вот образом. Это показывает, что все, вы закончили уже еду и больше не будете есть. В Японии немного другая культура, нежели в России. И поэтому, когда японцы едят, у них есть много больших таких тарелок, где они берут своими палочками и накладывают уже в свою маленькую персональную тарелку еду, которая им нравится. Из-за этого тоже определенные правила. Во-первых, вот у нас есть пиала и тарелочка, как вы видите. И запрещено в японском языке водить палочками туда-сюда, как бы выбирая. А, возьму-ка я здесь что-нибудь, либо возьму-ка я здесь что-нибудь. Так нельзя делать. Если вы решили уже что-то брать, просто берете и все. Если кто-то уже что-то берет из тарелки, то вы не можете взять с другого конца своими палочками. Не должно быть двух палочек на одной тарелке одновременно. Вы должны просто подождать, когда человек возьмет то, что ему нужно, и уже брать самим. Также запрещено делать следующее. Предположим, у вас есть какая-то еда, и вы передаете со своих палочек другому человеку в его палочке. Вот таким вот образом. Вот он так берет. Так делать совершенно нельзя, потому что так делают только во время кремации. Когда человек кремирует, то остаются кости. И специальные люди, которые работают в этом месте, они палочками с двух сторон определенными берут кости и кладут их уже в урну. Поэтому во время еды так делать нельзя. Если вы хотите передать что-то другому человеку, какую-то свою еду или дать попробовать, то вы должны взять эту еду и положить просто в его тарелочку. По-другому нельзя. Понимаете, левой рукой у меня не получается как бы. Вот, так делать нельзя. Далее, если вы решили уже что-то съесть и взяли это палочками, предположим, это дайкон или что-нибудь типа того, и уже понесли это к рту, то вернуть это обратно на тарелку уже нельзя. Вы должны это съесть или во всяком случае оставить уже в своей персональной тарелочке. Нельзя просто взять так, пом, и оставить. Это очень невежливо. Предположим, вы что-то едите, например, салат. Но вы хотите узнать, что находится внутри. Предположим, это все прикрыто листьями салата, а внутри находятся помидорки, либо огурчики, либо морковь. И вы едите что-то определенное и хотите найти это. И вот так вот шерстите в поисках того, что вам нравится. Так делать нельзя. Если вы хотите что-то съесть изнутри, то вы должны либо съесть сначала сверху, либо подождать, когда кто-нибудь съест, чтобы посмотреть, что находится внутри. Нельзя вот так вот отодвинуть, например, лист салата и взять там помидорку или что вам нравится больше. Вот лично у меня под резинкой находились лягушки. Не съев резинку, вы не узнаете, что там находятся лягушки. Это еще одна мораль. Если вы ждете еды, сидите в ресторане, либо где-нибудь у знакомых, либо вообще дома у мамы, то никогда нельзя вот так вот стучать по пиале и ждать, типа, давай есть быстрее. Так делать нельзя, это очень невежливо. Предположим, вы едите не одни, а вместе с кем-то. И во время разговора указывайте на него вот так вот палочками. Как тебе это блюдо или что ты думаешь и так далее. Эй, Луфи, как дела? Так делать нельзя. Нельзя указывать на человека палочками. Никогда так не делайте. Если вы хотите указать на человека, то назовите просто его имя. Если вы не знаете имя, попытайтесь как-нибудь выйти из этой ситуации. Пальцем указывать тоже некрасиво. Ладонью можно указать, но, если возможно, даже ладонью не указывайте. Если, предположим, у вас на палочке остался кусочек риса, либо какой-то другой еды, и, то есть, палочка грязная, то не надо лизать палочку, с нее что-то слизывать. Там, я не знаю, что еще с ней делать. Так нельзя. Это невежливо, некрасиво. Никогда не жуйте палочку. Вместо этого возьмите салфетку и протрите просто палочку. Это будет правильным. Даже если вы задумались, никогда не грызите палочку. Также некоторые люди берут палочки перед едой, например, и в задумчивости начинают в голове там ковыряться ими. Так тоже не делайте. Это вообще некрасиво. Даже, ну, представьте, что вы делаете то же самое вилкой или даже ложкой. Это выглядит даже глупо. Предположим, на тарелке лежат разные лягушки, и вы едите только желтых лягушек. Не надо брать только желтых лягушек. Берите всего по чуть-чуть, потому что, если вы будете брать только то, что вам нравится, другим людям, во-первых, не достанется, во-вторых, это не очень красиво. Поэтому берите, взяли, например, желтую лягушку, потом берете зеленую лягушку и так далее. Также никогда не ешьте непарными палочками. Предположим, у вас одна палочка вот такая, другая такая, и вы берете их вместе и начинаете радостно что-то есть. Так не делайте, так нельзя, это очень некрасиво и некультурно. Попросите палочку, либо пойдите купите, потому что они стоят копейки. Ешьте только парными палочками, вот таким вот образом. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Возможно, есть что-то еще, просто мне сейчас в голову ничего уже больше не приходит. Я рассказал все, что знаю. Если что-то вспомню, либо узнаю новое, я обязательно вам расскажу, сделаю дополнение к этому видео. А сейчас же прошу подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте друзьям. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok